Всем привет, друзья! Сегодня новое видео на моем канале. Хочу сделать обзор небольшого объекта, который находится сзади меня. Это каркасный дом. На нем мы будем монтировать фиброцементный ссадин кедрал. Будем утепление делать 5 сантиметров. Наша задача здесь, вот эта вагонка, ее нужно будет снять. Дом построен по каркасной технологии, значит на нем есть какая-то пленка, на нем есть утепление, есть каркас. Сейчас мы посмотрим состояние этого каркасного дома. Сзади мы уже сделали небольшой демонтаж этой вагонки. Сейчас я вам его покажу. Вот так это выглядит. Видно сразу качество этой пленки, качество монтажа этой пленки. Сейчас я ее буду снимать и посмотрим с вами в каком состоянии находится этот дом, в каком состоянии находится этот каркас. Посмотрим как уложен утеплитель и проверим вообще что это за пленка. Итак, я закарабкался на леса. Вблизи это выглядит вот так. Сейчас эту пленку оторву. Офигенно, конечно, уложено все, утеплено. Супер просто. Вот так вот это все утеплено. Самое интересное, что вот эта пленка, это не паропроницаемая, не мембрана. Это похоже очень сильно на изоспанбе. Это пароизоляция. Здесь вообще, в принципе, нарушена система каркасового строения. У нас здесь должна быть пленка паропроницаемая. А здесь пленка пара непроницаемая. Конечно, вот это все напихано, вот это щели, вот это. Здесь вообще мало утеплителя. Понятное дело, что здесь, конечно, вот это все будет промерзать очень сильно. Вот. Утеплено, конечно, круто. Пойдемте дальше. Если бы люди начали бы эксплуатировать нормально этот дом, вверх. Вот так это все выглядит. А если бы люди нормально начали бы эксплуатировать этот дом, нормально его топить, если бы в этом доме была бы нормальная жизнедеятельность, то, конечно, бы этому каркасу пришел бы кирдык, потому что тот пар, который попадал бы в конструкцию каркаса, он бы из этого каркаса не вышел бы, и каркас начал бы сгнивать. Вот так это все выглядит. Вот тут вот. Такие вот места. Утеплено очень плохо. Понятное дело, что вряд ли этот дом можно назвать домом для постоянного проживания. Когда я приехал посмотреть этот дом, я посоветовал, для того, чтобы хорошо и качественно нам сделать дополнительное утепление, я посоветовал заказчикам снять вот эту вот вагонку, аккуратно ее где-то сложить, вообще посмотреть, что у нас с каркасом, да, и нормально сделать перехлестное утепление, чтобы перекрыть возможные мостики холода. Ну, как мы видим, что здесь помимо мостиков холода еще нужно будет сделать дополнительное утепление. Вот потом мы сверху положим нормальную качественную диффузионную мембрану. Это будет немецкая пленка Delta Vent N. Для фасадов, в принципе, это хороший вариант. И потом уже будем непосредственно монтировать сам фиброцементный сайдинг кедрал. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok